Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Более сотни новых случаев заражения за сутки. В республике растет заболеваемость. Власть региона усиливают антиковидные меры. В Ижевске в аварийном доме объявлен режим ЧАЭС. Почему рушится потолок и кто будет восстанавливать дом? Жильцы ждут результатов экспертизы. И выпускники республики подтвердили свои знания. Более полусотни учеников получили высшие баллы. В республике подвели промежуточные итоги ЕГЭ. Более полутора миллионов вопросов, столько обращений поступило на прямую линию с президентом. Владимир Путин сегодня ответил на вопросы россиян в прямом эфире. Общение длилось почти 4 часа. В топе самых частых цены, тарифы на ЖКХ, социальные выплаты, состояние дорог и соцобъектов и, конечно же, ковид-ситуация. Президент еще раз подчеркнул, что он не поддерживает обязательную вакцинацию, но добавил, что у регионов есть право для отдельных категорий граждан по рекомендации медиков вакцинацию устанавливать обязательной. Этим правом на сегодня воспользовались в 10 регионах страны. Об этом Владимир Путин напомнил, отвечая на вопрос о возможном локдауне в стране. Действия наших коллег в отдельных 10 регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна. Когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения. Вот для того, чтобы этого не случилось в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией. Владимир Путин сегодня подтвердил, что сам он тоже вакцинировался и обе прививки перенес спокойно. Вакцинацию от ковида уже прошли более 20 миллионов россиян. Вакцинация призвана сдержать рост заболеваемости, а он фиксируется во многих регионах, в том числе и у нас, в Удмуртии. В республике разворачивают дополнительные места для ковид-пациентов. В стационарах уже завтра, с 1 июля, больных с новой коронавирусной инфекцией снова будут принимать Завьяловская и Машгинская районные больницы. Анна Ковырзина продолжит. Завьяловская районная больница сейчас похожа на военный лагерь. Уже через несколько часов здесь снова заработает ковид-центр. Это нужно для того, чтобы видеть поражение инфарктов, инсультов. Этот аппарат вместе с компьютерным томографом появился в районной больнице год назад. Рентген-лаборант Рудольф Петров одним из первых прошел обучение и получил сертификат для работы на высокоточном оборудовании. Сейчас таких специалистов здесь еще пять. Все они готовы обеспечить работу центра в режиме нон-стоп. В первую волну процедуру КТ за сутки проводили в среднем сотни больных. Вот этот аппарат, он очень помог. Он единственный, наверное, который, я не как специалист, скажу, как лаборант, который показывает подробно внутренности легких. То есть то, что происходит в легких при поражении его ковидом. Для исследований у врачей сейчас есть и цифровой рентген. Для лежачих больных такой же переносной аппарат. Вовремя выявить осложнение от коронавирусной инфекции должны современные гастроскоп и эндоскоп. Со дня на день здесь ждут и новый прибор для колоноскопии. 13 аппаратов ИВЛ стоят на готове. Уже ночью в Завьялово привезут первых больных. Всего на базе хирургического отделения развернуто 150 коек. Если потребуется, смогут разместить и дополнительные. В первую очередь принимать будут жителей Малопургинского, Бодинского, Шарканского и Завьяловского районов. В случае необходимости сюда же будут доставлять пациентов республиканской инфекционной больницы. Мы немножко расширили в сравнении с первой перепрофилизацией коечный фонд реанимации. Это опыт дал. Выхаживаемость и все-таки целенаправленность в реанимации, она более нужна бывает. Поэтому мы готовы расширить реанимационные койки. А сколько было тогда? Было 12, но находилось пациентов до 22 в самый пик. Поэтому мы расширили до 18 коек реанимации. В ковид-центр привлекли дополнительные медицинские силы. Медработники из трех соседних районов будут ездить сюда посменно. Первичный прием будут проводить врачи-ординаторы. Несколько студентов медакадемии сейчас устраиваются санитарками в красную зону. Работу осложняет жаркая погода. Своими силами мы все равно не справимся. Это очень тяжело. То есть находиться в спецодежде в такую жару сейчас, тем более, чтобы была смена постоянно. Правда, обморок падали, да, врачи отжирали? В обморок. Ну, были предуможечные состояния, но как бы обливались водой холодной прямо по верх костюмов. Пациентов хирургического отделения, на базе которого расположился ковид-центр, сегодня уже перевели в 9-ю городскую больницу Ижевска. Сама же Завьяловская поликлиника работать будет в штатном порядке. Вакцинация от ковида в медучреждении продолжается. Каждый день здесь прививается около 200 человек. Анна Ковырдина, Юрий Дроздов. Новости. Более сотни новых случаев заражения ковид зарегистрировали в республике за сутки. Такие данные опубликовал региональный оперштаб 30 июня. В республике растет заболеваемость. Власть региона усиливает ограничения. Так, работодателям предписано перевести на дистант 30% непривытых сотрудников. В первую очередь это касается беременных женщин и работников старше 65 лет. Кроме этого возвращаются ограничения по максимальному количеству зрителей. Теперь трибуны, залы, театров и кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 75%. А массовые мероприятия на открытом воздухе будут проходить только с разрешения местных властей. Постановление опубликовано на официальном сайте главы и правительства. В Адмуртии планируют открыть реабилитационный центр для взрослого населения. Об этом на встрече с медицинскими работниками региона рассказал депутат Госдумы Андрей Исаев. Какие еще изменения в ближайшее время ждут врачей, расскажут наши корреспонденты. Удмуртия один из немногих субъектов при Волжье, где нет своего реабилитационного центра для взрослых медиков региона, проблемы волнуют. Ведь без реабилитации труд врачей во многом нивелируется. Именно этот вопрос и был задан Андрею Исаеву из зала первым. Для взрослого населения, пострадавшего, автодорожная, обыкновенная травма, после сейчас очень много дентапротезирования суставов, коленок, дозабедренных, и нет достаточно хорошей реабилитации для их восстановления. Потому что поскольку занимается вопросами выведения на крупную малейность, мы видим, что сделано все, чтобы человек восстановился в трудоспособности, а вот реабилитации не хватает. Депутат Госдумы вопрос со строительством Республики Реабилитационного центра взял на карандаш. Тем более, что проблема актуальна сейчас и на федеральном уровне. Недостаточно вылечить человека. Нужно еще, чтобы он прошел соответствующую реабилитацию и таким образом избежал инвалидности. В итоге государство, если человек станет инвалидом, потратит гораздо больше денег, чем на его реабилитацию. Президент говорил о том, что необходимо резко усилить финансирование и диагностики заболеваний. И всесторонней диспансеризации, и реабилитации переболевших. Я думаю, что это в конце концов выльется в федеральную программу. И в рамках этой программы, конечно, было бы хорошо нам добиться того, чтобы в Ижевске такой центр появился. Еще один острый вопрос, который задали медики. Проблема с подъездными путями к больницам. Считают, ремонт объектов здравоохранения должен быть комплексным. И сами здания, и вся инфраструктура вокруг них. Чтобы подъехать до самой больницы, там оказывается проблема с дорогой и путями подъезда. А, в общем-то, по этой дороге едем не только мы с вами, но и та же машина скорой помощи, которая везет там пациента с травмами, роженицу. То есть ситуации очень много. И действительно, считаю необходимым ремонтировать те объекты социальной инфраструктуры, садики, школы, больницы. Потому что, ну, собственными силами, лечебным учреждением это не сделать. Андрей Исаев пообещал добиться, чтобы в программу «Большой ремонт» закладывались деньги как на реконструкцию соцобъектов, так и на создание комфортных условий вокруг них, в том числе и на ремонт подъездных путей. В ходе встречи с медиками Удмуртии депутат Госдумы также рассказал о нескольких будущих законодательных инициативах, которые напрямую коснутся врачей. Так, например, планируется, что в скором времени будут приняты федеральные законы о страховании от речебных ошибок и закон о чести и достоинстве врачей. Дмитрий Вороновин, Юрий Зелененький. Новости. В Удмуртии появится официальный реестр нематериального культурного наследия. Накануне депутаты Госсовета приняли соответствующий закон. В нем прописали критерии, по которым объект может быть признан тем самым нематериальным культурным наследием. Это могут быть традиции, национальная кухня, обряды, праздники. Все то, что зародилось именно на территории Удмуртии. В реестре должно быть их подробное описание, чтобы в будущем можно было все это воссоздать. Мы очень долго спорили над тем, что, может быть, нужно включить уже те, которые подвергаются риску исчезновения, угрозе. Но мы убрали этот пункт, потому что, на самом деле, тот же самый праздник Гербер. Он живет и здравствует, но это все равно традиция, это наше нематериально-культурное наследие. В законе также прописали, кто является носителем и хранителем нематериально-культурного наследия, а также меры поддержки тех, кто будет заниматься сбором информации. В Ижевске на территории дома по Карлутской набережной объявлен режим ЧАЭС. Там накануне в одной из квартир произошло обрушение потолочных перекрытий. Проблемы есть и в других квартирах. У администрации города есть версия причин обрушения, но пока нет ответа на вопрос, как восстанавливать дом. Ждут результатов экспертизы. С места происшествия наш репортаж. Постоялец этой квартиры на Карлутской набережной 7 показываться на камеру не хочет. До сих пор переживает случившееся. Недавно ночью женщина чудом осталась жива. Говорить долго не могла заснуть. И вдруг услышала непонятный треск над головой. Только успела подняться с дивана, как на него обвалились потолочные перекрытия. Поехала крыша и на лестничном марше. А в соседней квартире потолок надулся, как воздушный шарик. Там живет многодетная семья. Я знала, что когда-нибудь вот этот кусок рухнет. Но я не думаю, что у соседей. Я думала, у меня рухнет. Что бы они люди делают? А что бы они не верят? Я не знаю, если честно сказать. Наживе у нас, другое, денег нет, средств нет. Не знаю, вообще-все. Вообще. Сами уже переживали. Удачи его. На улице Ниндии с детьми. Дому на Карлутской набережной почти 70 лет. В начале этого года их управляющая компания была признана банкротом. И жильцы взяли двухэтажку под непосредственное управление. Но не уследили за неисправной системой отопления на чердаке. Из-за нее постоянно намокали перекрытия. Это, по предварительной версии городских властей, и стало причиной обрушения. Сейчас в доме установлены деревянные подпорки и перекрыт доступ на второй этаж. Есть риск обрушения потолков и в других комнатах. Поэтому всем 69 жителям дома предоставили возможность переселиться в маневренный фонд. Правда, желающих не оказалось. Сейчас будет заказана экспертиза по несущим конструкциям второго этажа. И по заключению этой экспертизы, конечно, будет принято решение, что дальше делать с данным домом. Экспертизу проведут в течение месяца. Если дом признают аварийным, собственники квартир могут попасть в программу переселения. Если жилье посчитают пригодным, ежевчанам придется решать вопрос с ремонтом. Самим жильцам с этим не справиться. На счетах дома недостаточно средств. Сейчас в двухэтажке объявлен режим ЧАЭС. В рамках объявленного режима ЧАЭС у муниципалитета есть возможность выполнить восстановительный ремонт. И в рамках данной ситуации есть возможность те разрушения, которые были сделаны, их восстановить за счет бюджета. На помощь бюджета владельцы этого жилья очень надеются. Пока хозяева опасных квартир приспосабливаются к новым условиям. Вот так у нас жители второго этажа спускаются на работу. Анна Ковырзина, Павел Яскин. Новости. 52 стобальника – это промежуточный результат прошедших единых госэкзаменов. Количество тех, кто получил максимальные баллы, может еще увеличиться. В Удмуртии ждут результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике. Ну а пока лучше всего выпускники школ Удмуртии сдали русский язык. Сразу 17 человек получили высший балл. 14 отличились по химии, 8 по литературе. По два человека на 100 баллов написали общество знаний и физику. И всего один школьник смог без единой ошибки написать математику. Не справились с единым госэкзаменом. Мы считаем русский язык в первую очередь, потому что именно русский язык сдавали для того, чтобы получить эти стат. Не справились всего 6 человек. Это минимальная цифра за все последние годы. То есть у нас успешность на едином госэкзамене в этом году 99,9%. У тех, кто по объективным причинам не смог присутствовать на ЕГЭ, есть возможность сдать экзамен в резервные сроки в ближайшие дни для пересдачи. Это 2 июля, а также с 12 по 17 июля. Кроме того, по словам министра образования и науки Удмуртии, заведено три административных дела в отношении удаленных с экзамена выпускников, поскольку на момент ЕГЭ им уже исполнилось 18 лет. И у меня на этом все. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.